Давайте представим ситуацию, что гость придал огласке неприятный случай в кафе, а заведение стало ему за это угрожать, и даже судом. Скажите, имеет ли оно на это право с юридической точки зрения? Имеет право, конечно, заведение обращаться и в полицию, и в органы, и в прокуратуру. Здесь действия потребителя, если потребитель себя ведет неправильно и оболгал каким-то образом заведение, будут квалифицированы по 128 статье 1 Уголовного кодекса. Это клевета, то есть распространение сведений, которые порочат честь и достоинство, деловую репутацию заведения. Вопрос в том, прав ли был, например, вот этот потребитель. Если он говорит правду и разместил в своем микроблоге какую-то информацию, которая изобличает заведение, то, конечно, здесь не будет клеветы. Если там написано неправда, что же нужно делать заведению? Ну, конечно, первое, что следует сделать человеку, который читает это, является, например, администратором заведения, обратиться к самому лицу, который написал комментарий, и попросить, чтобы лицо разъяснило, в чем проблема. Если лицо не откликается, вообще молчит, и это фейковая страница, тогда нужно обращаться на ресурс. Там, скорее всего, ответят, скажут, что этот комментарий был либо фейковый, либо страница удалена. Если не действует ни один из способов, тогда поможет Роскомнадзор. И в случае, если все-таки лицо обнаружилось, и оно такую информацию выдало, которая действительно опорочила честь и достоинство деловую репутацию заведения, можно просить вплоть до опровержения этой информации, и ресурс разместит в дальнейшем с помощью Роскомнадзора информацию, которая восстановит доброе имя заведения. А на что имеет право гость, с которым произошла неприятность? Ну, например, попало стекло в блюдо. Конечно, имеет право получить компенсацию, но для этого нужно запастись доказательствами обязательно. Во-первых, если стекло, обратите внимание на то, что самочувствие у потребителя вообще какое на настоящий момент, не требует ли это экстренного обращения в скорую помощь, например. Если все-таки все в порядке, нужно обязательно зафиксировать наличие осколка в пище. То есть это либо фотосъемка, либо видеосъемка, либо это может быть какой-то сосед, который пришел вместе в заведение и может подтвердить объективно, сказать, что да, здесь действительно было стекло. Можно обратиться с претензией также в Роспотребнадзор. И желательно, обязательно соблюсти досудебный порядок, который включает в себя обращение именно к заведению. То есть нужно написать претензию, оставить себе входящий номер о том, что был обнаружен такой-то осколок с фотографиями, соответственно, с подробным объяснением.